всем привет возвращаемся мы в эпоху упадка загружаем последнюю игру мы выгнали из города ученого шарлатанца мы заплатили за семью какого-то человека который сказал что он кузнец и который будет нас где-то ждать а я хочу посмотреть что мне дали за нейро стимулятор а вот и кольцо еще китайская так инвентарь на экране янтаря отображается пора вооружиться кликните на любом оружии затем перетащить некоторые предметы можно распить на поясе для более быстрого доступа все ясно у нас тут от броня взялась вроде начинали в майке а а видимо когда мы поговорили вот нам давали задание нам с автоматически одарили кольцо как узнать про что она знаменитый магическое кольцо генерала гальва была утеряна потом нашлось пользы нет вот нейро стимулятор думал что устройство какое-то это пробирка просто 3 очка действия добавляет на два хода сильный эликсир баклер самый маленький щит популярные у быстрых бойцов его упаковая форма разработана для отражения ударов из-за своего малого размера баклер бесполезен в нетренированных руках то есть моих ну пока значит оружие не будем доставать плащ лучшая накидка для покупателей с самым изысканным вкусом наглубки алхимия ремесло знакомая система такая же как и Dungeon Reds вы можете использовать систему ремесла для создания оружия и брони с помощью чертежей доступных кузнецов в отличие от Dungeon Reds где мы их можете сами могли изучать можно создавать оружие доспехи шлемы щиты с повышенными показателями или сниженными штрафами со списком всех имеющихся технологий можно ознакомиться в дневнике полной версии игры это о чем вообще сейчас фраза была мощность и количество технологий которые можно применить к предмету будут расти с вашим навыком ремесла металл бывает пяти различных типов бронза, железо, сталь, голубая сталь, небесный металл каждый последующий тип металла увеличивает диапазон урона или сопротивление урону на единицу доступны два типа кожи обычная и вываренная один тип древесины чтобы создать предмет выберите его из списка это понятно нажмите выковать также можно разобрать или расплавить оружие, доспехи, шлемы, щиты, одежды чтобы получить слитки металла или компоненты это важно при разборе часть материалов теряется чем выше навык ремесла тем меньше потери материала если вы нашли стальной доспех весом 35 фунтов вам бы хотелось выковать себе меч это можно его расплавить потеряв 20 процентов металла выковать себе широкий меч и террасу ясно, понятно пугиво, сталь пока не знаю, ничего не буду разбирать я постараюсь вообще не драться f5 работает, замечательно он нас говорил будет ждать ультаверны на Эйву кладец уже за городом а у нас что там с характеристиками? нет, пока не можем это фенк это я так понимаю базар а это дом чей-то а ты кто? кузнец стук молота по наковальне чем могу помочь, дружище? я ищу хорошее оружие и броню, посоветую что-нибудь? хорошее? это очень субъективно, друг мой что хорошо для одного бойца, для другого несовместимо с жизнью мне что-нибудь такое, чтобы само дралось? я вообще не очень по этой части больше языком взгляни например на этот двуручный стимитар впечатляющее оружие, бесспорный король мечей сила удара несравненна но за нее приходится платить цену, на которую решится не всякий он слишком медленный а вот этот гладий куда легче его преимущество не сила удара, а скорость то же самое и с доспехами тяжелый доспех превосходно защищает в бою но не стоит ждать, что можно быстро двигаться, завернувшись в металлические листы взгляни на мои товары и поищи что-нибудь подходящее самому стилю посмотреть товары просто посмотрим, что это торговля, ясно торговлю мы уже понимаем шлем, вот шлем бы мне подошел прочность 10 шлем штраф к шп шанс повреждения ПКУ критического удара противоп штучило металл бронза кожа древесина башенный щит тяжелый прямоугольный щит со слегка выпуклым профилем башенный щит обеспечивает превосходную защиту для неподвижной боевой единицы но громоздкость и неповоротливость серьезно снижает подвижность и реакцию владельца пехотный щит большой прямоугольный был разработан для медленно наступающих легионеров которые могли использовать групповое оборонительное построение такие как черепаха он может быть миле полезен одиночным бойцам то есть если у меня будет 4 человека с такими щитами я их смогу выставить в ряд и даже ну черепашку не получится сложить но прикольно будем иметь ввиду кавалерийский щит овальный щит среднего веса чаще всего применяемый кавалерием и вспомогательными войсками овальные щиты можно встретить везде они обеспечат хорошую защиту и приемлемую подвижность вот такой мне нужен по сравнению с моим маленьким баклером который вообще видимо наручная такая тарелка и вот еще один баклер мини необычный кемецкий одноручный топор одноручный отражает другую школу оружейного дизайна за долгие века немало таких украшенных и позолоченных топоров было привезено из кем это в качестве даров теперь их можно встретить повсюду в империи а это что за майка лорика сегментата железная максимум очков 10 и 10 штраф доспеха 30 скрытности 2 сегментированный доспех из прикрывающих друг друга металлических полос простой недорогой этот стандартный доспех легионеров стал неофициальным символом империи который узнавали и боялись везде а это что за непонятное тоже доспехи ауксиля железо легкий кожаный доспех копья дротики топоры метательный топор даже есть скифский метательный нож обоюдоострый ооо молоты боевой молот брутальный сканийский двуручный молот имперские легионы преподали сканийцам хороший урок заставив бояться и уважать бронированных врагов а в ответ сканийцы создали боевые молоты марку маленький одноручный кузнечный молоток обычно им придает форму раскаленного металла на черепа и другие хрупкие предметы он тоже неплохо обрабатывает маллет изначально универсальный рабочий молот из дерева адаптирован к бою усилив металлическими кольцами и пластинами из-за своего небольшого веса может использоваться одной рукой оружие тут море и мечей целая куча жаль что я не по этой части а вот шапку я в себе вкупил защиту головы еще обеспечивает обеспечить максимальный обзор пока не буду ничего не продавать не покупать а он там что-то говорит я хочу сам делать оружие у тебя есть какие-нибудь чертежи? а что тебе нужно? брони о за деньги что-нибудь другое оружие кинжалы мечи топоры луки метательные снаряды арбалетные болты ясно прекрасно но мы понимаешь мы принципиально не кузнец мы птица говорун вот она малось над торговой площадью возвышается здание гильдии купцов за завалы зарабатывают деньги выкриками лучшие товары лучшие предложения никому не отказываем ящики куча ящиков с товарами доставленных сегодня утром относительно свежие продукты соленая рыба ткани одежда все прочее на что местные жители могли бы захватить потратить пару монет лавочница горячее вино с медом лен шопок шелк с лопок давайте мы с ним сначала поговорим будем сохраняться то мало ли я ждал тебя друг мой благодаря твоему великодушию моя семья теперь в безопасности похоже здесь хороший спрос на бронзовые доспехи я уже получил несколько заказов но отплатить тебе для меня важнее всего пожалуйста прими этот скромный дар доспехи моего народа пусть они тебя защитят ууууе хорошо что не купили ничего что происходит с твоей деревней? Разбойники, отвечает МАС. Жить там становилось все тяжелее и тяжелее. Пустошь порождает эту мразь быстрее, чем раньше. Лет 10 назад мы могли отбиваться от них самостоятельно, но уже в прошлом году мы больше сражались, чем занимались хозяйством. Стало просто невозможно выживать самостоятельно. Там совершенно ничего не осталось. Осталось несколько поселений там, сям. Если они хорошо защищены, у них есть шанс. Но надолго ли? Как только приходят разбойники, то начинаются потери. А дальше этого всего лишь вопрос времени. Нужно что-то, чтобы держало разбойников подальше. А что может держать их подальше? Я слыхал о месте, называя вам Инферия. Подходящее название. В былые времена это слово означало жертву, приносимую душам мертвых героев. Говорят, та деревня построена вокруг ямы, соединяющей наш мир с подземным. Некоторые утверждают, что она ведет сам Тартар. Не знаю, правда ли это, но поговаривают, что разбойники избегают этого места как чумы. У местных жителей есть обычай кидать одиноких путников в яму, чтобы поблагодарить подземные души за защиту и покровительство. Может быть их безумие хранит, а может быть и впрямь души давно умерших героев. Говорю тебе, в пустоши иногда встречаются очень странные места. Закончить разговор. Слово чести, успех. Погоди, мне надо тебе кое-что сказать. Когда на наше поселение напали, наша песенка была спета. Нас оставалось меньше 20 человек. Большинство из них были ранены в предыдущих нападениях. Для нас это был плохой год. В общем, мы схватили, что успели и сбежали. Я этим не горжусь, но погибнуть вместе с остальными было бы ничем не лучше. Моя семья важнее принципов. У меня были деньги, много денег. Если сможешь мне их вернуть, треть будет твоя. Думаешь, деньги еще там? Да и нехорошо спрятан. Вот почему я не могу добраться до него вовремя. Не смог. Нужно знать, где искать. Дай мне слово, я тебе расскажу. Ты поверишь незнакомому человеку? А у меня нет выбора, я не стану возвращаться туда. Значит, если я никому не доверюсь, то денег считаешь, что все равно нет. Если мы заключим сделку, то у меня будет шанс получить хоть часть денег назад. Я поспрашивал о тебе, говорят, ты держишь свое слово. И мне этого достаточно. Итак, ты даешь мне свое слово? Даю. Давай я отмечу поселение на твоей карте. Деньги закопаны около старого колодца. Отойди на два шага на юг и начинай копать. Закончить разговор. Получен новый опыт, который можно улучшить свои навыки. Мы сохраним сейчас. Пока нас никто не убил. И посмотрим, что можем улучшить. Общие увеличились. Убеждения. Надо убеждения. Мы раз говорун. Мы будем хотеть качать хитрость и убеждения в первую очередь. Здесь ничего нам не так. 40 воров. Еще и среди воров. Да, большая, судя по всему, неискоренимая сеть воров. Контрабандистов. Сейчас посмотрим, что у лавочи есть. Козлятина по низким ценам. Соленое, подсоленное вяленое мясо экзотических сортов. Не интересуемся. Взгляните, сегодня скидка на все. Шматье. Шелковый шлем. Смешно. Картунные доспехи продавали. Одеяние ученого. Ясно, в общем, вещи они продавали. О, вон там броня какая-то. Фригийский доспех. Прочность 10. Максимальных очков действия 11. Штраф доспеха 4. Скрытность 0. КУ-45. Улучшение искусности. Усиление. Смотрим вот сюда. Атака защита. Защита на 37. С 11 выросла. Все. Входим в нем. Тяжелый, богато украшенный доспех притарианской гвардии. Во времена расцвета империи притарианцы были тщательно отобранными телохранителями императора и его генералов. После этого притарианцы стали преданы знатным домам. Сейчас нужно найти... Кто нас посылал? Дала... Так вот там... Делар. Что мы Кося не нашли. Чуть лавочников много. Ого, воровство прям так нужно. Цап. Экзотические краски и вышивка. А ты че продаешь? Еда какая-то. Можно, наверное, едой будем лечиться? Зерно. Лучшее зерно. Нет тоже мяса. Нет, мы не покупаем ничего. Статуя. Такого цвета, что я даже не заметил вначале. Перед тобой старая бронзовая статуя, позеленевшая от времени. И покрытая птичьим пометом. Табличку, вероятно, давным-давно присвоил какой-нибудь кузнец, что делает происхождение статуи предметом многих горячих споров среди местных пьяниц. Ясно. Ну, это тоже еда. Нет, смотри-ка. Неподалеку от рыночной площади, где подходит мужчина в дорогом халате. Минутку вашего времени, добрый господин. Я – мельтеат, торговец по профессии. Мне ужасно жаль за назойливость, но я нахожусь в несколько затруднительном положении. Видите ли, я занимаюсь лучшим оружием и доспехами. Каждый предмет является произведением искусства, в совершенстве выкованным из редчайших металлов. К сожалению, я не могу открыть магазин, пока не урегулирую разногласия с коммерциумом. А их, увы, не получается убедить, не начав продажу товаров. Мне ничего не остается, кроме как просить людей, чтобы они смилостивились. И купили, что могут, по весьма заниженным ценам. Я готов продать товары по себестоимости, так что это очень выгодная покупка. Не желаете ли взглянуть? Мои товары в доме поблизости. Хитрость, успех. Значит, звучит как выгодная сделка, даже слишком выгодная, чтобы быть правдой, да? Я вот сейчас вспомнил, что нас предупредили, вас с первых шагов начнут обманывать и убивать. Я сомневаюсь, что мой представитель прям просто среди города у нас куда-нибудь заведет и убьет. Но раз у нас хитрость, звоночек есть, то мы в него позвоним. Несчастье одного человека, счастье для другого, разве не так? Все наслышаны, как коммерциум ведет дела. Однако, если у вас возникли сомнения и вам удобнее вдвойне переплачивать на рынке, кто я такой, чтобы с вами спорить? Мельтидат. Денег все равно мало, мы не по этой части, в другой раз. Я это запомнил, фиолетовое. Создание. На лавке одинаковые. С рвом даже можно поговорить, о чем-то не ясно. Рабыня, ну-ка. Я живу, чтобы служить, ваша милость. Ясно? Берем на заметку. Бездельница, ну-ка. Безделье запрещено. Ваша милость. Пойдем, я тебя займу. На некоторое время. Победим безделье в одной взятой бездельнице. Старик пытается читать проповедь толпе Зевак, чтобы его было лучше слышно. Он забрался на груду камней. Несмотря на это, проповедь не пользуется успехом. Толпа отпускает шуточки и насмехается над ним. Давайте посмотрим, что там за смута. Старик пытается читать проповедь толпе Зевак. Остаться послушать. Оглянитесь вокруг, восклицает он с покриневшим от отчаяния лицом. Что еще нужно вам, дабы осознать, что мы на неправильном пути? На протяжении тысяч лет старались мы построить лучший мир для себя и для наших детей. На протяжении тысяч лет нам это не удалось сделать. Чтобы осталось от величайших гея не человечества, от нашей славной империи, Руины, осколки, пыль. Для выразительности он пинает камень из кучи, на котором стоит. И тот с грохотом катится по другим булыжникам. Толпа на мгновение утихает, впечатленная горячностью проповедника. Слушаем. Откройте же, наконец, очи свои, все вы узрите, что же на самом деле такой род человеческий. Потерянные, бредущие, спотыкающиеся сквозь тьму. И тьма-то соткана из нашей глупости и нечестивого естества, что ослепляет нас. Нет света, что вел бы нас от страданий наших. Нет пастыря, что привел бы нас к пастбищам зеленых. К высокомерии в своем возвигли мы памятники, дабы восславить гордыню нашу. А в гордыне позабыли мы о договоре с небесами. Но мы не равня богам, мы лишь просители перед божественным, нижайшие из низких. Мы должны добиваться их прощения, молить и не отворачиваться от нас, как отвернулись они от разложившейся старой империи. Остаться послушать. И что, что предлагаешь делать конкретно, кричать кто-то, нарушив тишину, «Твои слова звучат красиво, но я что-то не вижу богов, сходящих с небес, чтобы помочь мне спахать поле или накормить детей». По толпе прокатывается смех, и проповедник поджимает губы. Скачает головой с выражением скорби на лице, указывает рукой на выскочку. «Слушал ли ты? Есть ли уши на голове твоей? Это не боги должны служить нам. Это мы должны показать богам, что желаем снова преданно служить им». «Да, но как серьезно интересуется другой голос, вовсе не насмешливый? Как снова вернуть благосклонность богов, жрец?» Остаться послушать. Некоторые в ожидании ответа подаются вперед. Уловив удачный момент, проповедник широко разводит руки, вздымает подбородок и набирает полную грудь воздуха. «Боги ждут! Они ждут знака, что мы снова стали набожны! Отриньте ложную гордыню, люди Тирона!» Ведь ни единому простому смертному не уготовано богами править другими, но тем лишь только, кто избраны и благословлены мудростью небес. Лишь они могут вести человечество снова к божественному свету и праведности. Лишь они в силах освободить нас от... «Настраиваешь нас против антидаса?» Снова перекрывает его голос из толпы. «Ты спятил, старик, если стража услышит вздернуть тебя на дворцовой стене, кормить ворон и нас с тобой заодно...» «Поднять с земли камень и кинуть в проповедник». Ну-ка послушаем, что он ответит. Все взгляды устремлены на проповедника, и тут и там раздается сердитое ворчание. «Кто же этот благословенный, что нас поведет? Этот умалишенный Меру? Он твой избранный!» «Не насмехайся над тем, чего не понимаешь, глупец!» «Лорд Меру узрел в свет и вобрал в себя мудрость его. Он первый из посвященных и смиренных ведом и великим пророкам». «Ба, да у нас своих пророков в Тироне полно. Камень кинуть нельзя, чтобы не попасть в пророка, а то и сразу в трех». Толпа ревет от хохота, а лицо проповедника багровеет от гнева. «Смеетесь, глупцы! Не находились ли вы, как я, рядом с Божественным?» «Сидите в Ганезар и сами услышите голос Лорда Меру. Длань богов покоится на плече его. Все, кто слышат, падают низ и рыдают от счастливого просветления, что дарует он». «Думаю, мы слышали достаточно!» «Старый дурак снова прерывает его». Один из слушателей презрительно сплевывает под ноги старика, ухмыляется и, толкаясь, выбирается из толпы. После этого все оставшиеся, улыбаясь и перешучиваясь, начинают расходиться. «Поговорить с проповедником!» Вздыхая, жрец спускается со своей импровизированной трибуны, глядя на тебя. «Лишь один человек?» – вопрошает старик, глядя в небеса. «Это все, что вы мне послали?» «Интеллект!» «Отрень гордыню, брат!» «Только что ты говорил, что нужно радоваться всему, что дают боги, а сейчас...» «Недоволен?» Проповедник выглядит испуганно, поморщившись, он поднимает руки, извиняясь. «Да, да, ты прав! Прости меня, сегодня был длинный, утомительный день, а мои усилия принесли одни насмешки. Я забылся, минутная слабость, ничего более». «Именно сейчас, когда мы слабы и настали времена тяжкие, должны мы быть более осторожны с помыслами нашими. Боги наблюдают за нами и испытывают нас всегда, каждую секунду». Рот проповедника открывает с удивления, его глаза широко распахнуты. Он явно не привык быть паствой на чужой проповеди и кажется растерянным, не зная, как реагировать. В конце концов, он задает вопрос «Кто? Кто ты такой?» Хитрость-успех «Неважно, кто я, просто странник в пути такой же, как и ты». Более важный вопрос «Кто послал меня?» «После твоих слов, лицо проповедника искажает гримаса страха, а его тело напрягается». Его взгляд мечется вокруг, словно ожидая, что выскочат нападающие. «Это антидас послал тебя? Он хочет закрыть мне рот, да?» Его голос наполовину полон ужаса, наполовину упрека. Судя по его реакции, можно предположить, что он не первый раз сталкивается с визитом властей. «Брат, взгляни на себя. Одна лишь мысль о стражниках антидаса превращает тебя в дрожащую развалину. Твоя вера покинула тебя? Или твои слова всего лишь пустышки?» Твои строгие слова доходят до разума старика, он замирает и смотрит на тебя все еще широко, раскрытыми глазами. «А если не антидас, тогда кто тебя послал?» «Да те же, кто наставил тебя на твой путь, брат. Разве не чувствовал ты дла, не приведший тебя в это место, на это собрание?» «Это было предначертано». Твои слова повисают в воздухе, он долго и растерянно смотрит на тебя, прежде чем понимает. «Затем на его лице ты видишь недоверие. Ты думаешь, боги послали тебя ко мне?» «Убеждение. Ты мне не веришь? Ты, который призывал уверовать, что боги наставляют пути наши?» «Эх, неудача. Наставляют, но они также испытывают нас, помещая ловушки на пути нашим, дабы узнать, не сверлём ли мы их. «Я хочу верить словам твоим, но для сердца моего они звучат фальшиво. Что бы ни планировал ты, я не желаю участвовать в этом. Уйти прочь». «Какая-то очень замудрённая комбинация, но она нам не удалась». «Нас раскусили. Хиллер! Доктор! Ну-ка. Если доктор, где доктор, там и таблетки. Здрасте, лысый господин. Что-нибудь нужно? В другой раз. Вот так вот. Лечиться, видимо, можно, а зеленью не торгует никакой. Ну, по крайней мере, сейчас. «Ты кто? Писал. А это? Вот он, Дилар. Это охрана. Всё, нашли мы Дилара. Тоже такой претк. Что тебе нужно? Нечего. Колоннада. Всё развалено, чё-нибудь не убирается. Некогда знаменитая колоннада Тирона встречайте сломанными столами древних каннелированных колонн и неокорёнными деревянными кольями чистокола, окружающего Даратанские поместья, представляя собой почти бесшовные смешения древней и современной архитектуры. Почему-то сейчас вспомнил фильмы Андрея Склярова по истории Египта, как там. И, кстати, очень интересные фильмы. Боливия задолго до инков. И там вот прям видно, это границы культур. Нижние слои видно, что одной культурой сложены и сделаны, а верхние слои, вот прям как здесь, совершенно другой, намного более слабый. Ты стоишь перед Даратанским поместьем, оно опоясано высоким чистоколом из заострённых брёвен, который подкреплён постоянным вооружённым патрулём. Ты замечаешь два входа, один ведёт к главному зданию, второй к корольному помещению. К сожалению, оба входа контролируются сторожевыми вышками с арбалетчиками. Почему к сожалению? Это же наше вроде всё. Поговорить с Диларом. Что ты хочешь, претер? Кася найти не могу, он, похоже, передумал. Возможно, неопределённо говорит Дилар, у меня для тебя задание. Один из караванщиков доложил, что видел человека в сопровождении группы аврелианских легионеров. Возьми с собой пару людей и заставь его сюда. Доставь. Мне нужно знать, кто он такой и что он вынюхивает. Аммм. Мне нужно время на подготовку. Да мы готовы, всё, что у нас есть, но всё равно денег не хватит, ничего больше купить. Перехватить отряд, посмотрим, что к чему, если что, загрузимся. Ага, сразу. Ты хорошо знаешь местность, поэтому найти аврелианцев оказывается нетрудно. Через незнакомую территорию они продвигаются медленно. Отряд небольшой. Претер, три легионера, двое из них ранены. Позади идёт прихрамывающий мужчина в кафтане. Ты ждёшь, пока они приблизятся к тебе. Разбойники, поясняет претер, слишком уставший для этикет. Ублюдки устроили нам засаду. Кого вы сопровождаете, кто ваш друг? Я сахраб, говорит мужчина в кафтане. Его акцент выдаёт бактерийское происхождение. Учёный. Я служу лорду Гэлию. Он был бы весьма признателен вам за помощь. Он произносит лор Гэлии, так словно ожидает лишь немедленного подчинения и готовности услужить. Ребята, вам придётся пройти с нами. Претер кивает, поудобнее перехватывает копьё. Дело принимает скверный оборот. Гэлии распнёт нас, если мы позволим вам его забрать, говорит он после паузы. Убеждение. Он распнёт нас и в том случае, если сахраб погибнет в бою. Если хотите сохранить его в живых, придётся пойти с нами. Успех! Хорошо, со своими людьми сопровожу господина сахраба в Террон. Следуйте за мной. Возвращаемся. Работает потихоньку наша... Дипломатия. Просто превосходно. Предполагаю, что сахраб направляется в старые руины. Аврелянцы недавно разбили там лагерь. Похоже, они нашли там что-то стоящее. И что теперь? А теперь господин сахраб насладится гостеприимством наших пыточных камер. Они не настолько изощрённые, как у Гэлия, но справятся ничуть не хуже, я уверен. А позволь мне сначала с ним поговорить? Дилар пожимает плечами. Если считаешь, что можно доверять тому, что он тебе скажет? Ну, то... Говорить надо всегда. В камере уже сидит такой... В чуме. Сахраб. Я учёный, твердит сахраб снова и снова, недоумевая, почему никто не способен понять эту простую истину и освободить его. Мне не интересны дела людей, мне интересуют машины. Не могли бы вы им это объяснить? Боюсь, всё гораздо сложнее, чем вы думаете, какую машину вы собирались починить. Если верить описаниям, это рудоплавильная машина. Как вы можете увидеть, тут нет причин для беспокойства, так что если бы вы... Интеллект, успех. Мы с тобой знаем, что Гэлли не стал бы разбрасываться своими людьми ради обычной рудоплавильни. Там должно быть что-то ещё. Тогда вы знаете больше, чем я. Убеждение. Если это просто дурацкая старая рудоплавильня, мы взорвём её дело с концом. Если же это нечто более интересное, думаю, что в ваших интересах дать нам хороший повод сохранить её в целости и сохранности. Но у нас есть знание, успех. За исключением того, что я не знаю правильную мантру. Дайте мне её, с вами будут обращаться как с почётным гостем, пока я взгляну на эту плавильню поближе. Или же... Или... Мы взорвём её дело с концом. Если же это что-то необычное, лучше нам... Вам помочь нам её сохранить. Или отрублю вам пальцы и больше вы никогда не прикоснётесь ни к одной машине. О, хорошо, я дам вам мантру. Вууу. Дом Даратан, репутация повысилась. Записать мантру. Как всё прошло? Он говорит, это плавильня, я пойду на неё взгляну. Хорошо, а пока будешь шастать за городом, навести ещё лагерь разбойников. Чё значит навести? Я... Дипломат. Я вам... Не пойди, принеси. Получен новый опыт, который можно увеличить свои навыки. 24 единицы. Ого. Получено 150 империалов. Но в опыт, свободных искусствах и торговле. Которые можно улучшить свои небоевые навыки. Одна единица небоевых навыков. Лагерь разбойников? Ты чё, не в курсе? Пару дней назад пришёл разбойник и стал выдвигать требования, утверждая, что его банда захватила лорда. Мы не восприняли его слова всерьёз и потренировались на нём в стрельбе. А потом оказалось, что Тиберий, этот бесполезный сосунок, и в самом деле пропал. Но было уже слишком поздно. Ну как, взглянешь на лагерь? Если сможешь там что-то сделать сам, пожалуйста, сделай. У нас и так слишком много проблем, и нам очень поможет, если одной станет меньше. А что можешь рассказать о руднике? Не особо много, круглом полно руин, но у нас недостаточно денег и людей, чтобы переворачивать каждый камень. Несколько недель назад аврелианцы встали там лагерем и начали раскопки. Может там и есть что-то, о чём мы не знаем, а может ничего и нет. И дом Аврелиан просто провоцирует нас, чтобы получить предлог напасть на Тюрон. А откуда получает провиант лагерь? Хороший вопрос. Слишком далеко от Маодорна, чтобы получать регулярное снабжение. А жить на подножном корму они не привыкли. Поспрашиваю у людей, может узнаешь что-нибудь. Так и сделаю. На одном дыхании просто прошёл квест без возможности сохраняться. Нам повезло, что мы их убедили, потому что если бы началась заваруха, я думаю меня там... Да не наверняка, наверняка бы меня просто там порвали. Несмотря на мою броню. Потому что драться я не умею. И нечему меня. Сейчас мы сохранимся. И посмотрим, что у нас тут наклюнулось. Невоевых навыков 1 плюс к этим 25. Нам нужно убеждение и хитрость. А вот как раз и будет 25. Убеждение? Блин, нет, хитрость это ладно. Может быть давайте убеждение вперёд качнём? Потому что мы пойдём к разбойникам разговаривать. А там надо будет очень быть убедительным. Я не собираюсь качать вот это, потому что... Ну, я не выкачаю просто-напросто. Вот я... Получается... Словами заработал эти очки, я на них и потрачу на усиление своих способностей. Если я буду тратить их ещё вот сюда, у меня не будет ни убеждения. Вот, кстати, горит когда белое, когда зелёное горит, видимо, вы в вопросе, в выборе, в варианте, вернее, ответа. Видимо, это я 100% правильно скажу. То есть это будет успешно. Если горит белым, тогда, видимо, какая-то есть вероятность, что не сработает вот этот вариант. Вот знания, кстати, тоже мне нужны. Знания, понимания давно произошедших событий, древних языков, забытых ритуалов и загадочных объектов. А я как раз сейчас туда пойду. Это всегда пригодится в постапокалиптическом мире. Уровень навыка новичок. Вам нравится разглядывать свитки, особенно те, что с рисунками. Прикольно. Я ставлю 16. Вот всё-таки, насколько школа Westland 2 до сих пор пошла на пользу, до сих пор выручает. Как вот я там взял за правило оставлять очки и потом в нужный момент, в нужное место их раскладывать. И будем действовать, это нам помогает. Карту мира посмотрим. Это карта поселения. Карта мира. О, сколько появилось. Это у нас лагерь разбойников. Деревня Эмаласа и Шахтёрская застала. Видимо, вот сюда идти машину запускать. Нифига себе, тут лунный ландшафт. И дыра в земле. Видимо, вот здесь это Инферно не я находится. А в заданиях у нас четыре уже. Найти ключ Эйнара. Бывший учитель Фэна. Золото Эмаласа. Разведать заставу. Ага, ещё и найти способ попасть внутрь. Это, видимо, вот умения, которые предлагались у нас там. Называется притворство. Вот. Искусство выдавать себя с другого человека. Уровень навыка новичок. Соседским детям очень понравилось, как вы изображали медведя. Может быть, нам придётся притворство качать. А следующий уровень? Но ведь где-то писались. А, вот они пишут столько в боевых навыках. Вот способности следующего уровня. Вот здесь бы это тоже было полезно. В общем, в любом случае мы оставляем посетить лагерь разбойников. Видимо, давайте в следующий раз пойдём в этот лагерь, потому что узнать, чего они хотят, это значит поговорить. А поговорить мы вроде бы как пока готовы. а там уже посмотрим по результатам и уже будем смотреть, куда идти. Если мы ещё в деревне выйдем живьём, живыми, то посмотрим или в деревню Эмолоса пойдём или сюда. В шахтёрскую заставу наверное всё-таки сходим. Но сначала в лагерь разбойников. В следующий раз. Пока офигенно. Мы никого ещё не убили. Мы пока никого не убили, но ещё дали нам шанс немножко развиться. Это вселяет надежду на то, что мы дальше тоже сможем решать всё убеждениями. Очень нравится, атмосфера замечательная. Старичок правда соскочил у нас он тут проповедник, но тут уже никогда не узнаешь заранее, чем всё закончится. Может быть он пропал, это может быть был какой-то там хороший ход, чтобы его на что-нибудь подбить, восстание там какое-нибудь поднять. Действуем в меру своих умений. я считаю мы пока день прожили хорошо. И вон тот мутный тип с оружием я боюсь честно говоря, что никому не буду верить, а тут сам отвёл этого Кассия в дом и запугал, и тут сам же на эту удочку не хочу попадаться. В общем, пока эпоха упадка радует неимоверно. Спасибо вам за внимание, всего хорошего, удачи и пока. Уже не терпится занаведаться в лагерь разбойников, проверить, отточить свои навыки убеждения. Продолжение следует...